В городе Алга только за последние три года было отремонтировано дорожное покрытие на 20 улицах. Кроме того, ведется активная жилищная застройка и благоустройство нового микрорайона. Это способствует привлечению молодых специалистов по программе с дипломом в село. Также в текущем году планируется газификация сразу пяти сел. Наша съемочная группа ознакомилась социальным развитием Алгинского района в ходе организованного пресс-тура. Особое внимание в районе уделяется вопросам повышения качества жизни населения, в частности, проведения необходимой инфраструктуры. Так, централизованным водоснабжением обеспечены 17 из 31 населенных пунктов. Это свыше 92,5% алгинцев. Уже выделены средства на проведение водопровода в село Нурбулак и Жеруик. Ведутся поиски подземных вод для подготовки проектно-сметной документации на водоснабжение поселков Каиндысай и Токмансай. В текущем году ведутся работы по газификации пяти населенных пунктов. Уже идет прокладка газопровода в село Сарыхобда и Болгарка. В дома жителей голубое топливо поступит до конца года. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на газификацию населенных пунктов Ерканкуш и Талдысай. Получены результаты государственной экспертизы на газоснабжение села Амангильды. В текущем году голубое топливо провели в Карахабду, Коктогай и Тиккайн. И сейчас 95% населения района обеспечены газом. Немаловажной задачей в районе является строительство птиц и фабрики. Кроме того, актуальным является вопрос с простаивающим виноводочным заводом, где работало много алгинцев. На сегодняшний день хозяева этого предприятия работают над этим вопросом. У них план есть в будущем восстановить это производство. Планировалось в городе Алге этот проект птицефабрика реализоваться. Но они передумали, они сейчас планируют строить в городе Актюбинске, ближе к городу Актюбинске. У нас другие проекты есть в Харакудовском сельском округе, то ЛАН планируют строить птицефабрику. Что касается дорожной инфраструктуры, то только за последние три года в райцентре заасфальтировали 20 улиц. 10 из них в текущем году. В планах на следующий год асфальтирование еще 12, после чего основное внимание будет уделено новым жилым массивам. Я живу по улице Иманово. На нашем участке и других улицах в этом году ведутся работы. Жители очень рады. Раньше весной и осенью было сложно. Без резиновых сапог из дома выйти не могли. Сейчас везде асфальт, очень удобно. Огромная благодарность руководству области и района за проявленное внимание. К слову, всего в Алге 70 улиц, 35 из них асфальтированы. В текущем году 9 улиц благоустраивают по программе «Дорожная карта занятости» на общую сумму 360 миллионов тенге. Реализация проектов позволила трудоустроить около 50 местных жителей. А по программе «Развитие регионов» на ремонт улицы Есет-Батыры выделено 63 миллиона тенге. Батыра – это центральная улица. Общая протяженность улицы – полтора километра. Объект был в прошлом году. Один раз мы уже конкурс давали. Так как работы были выполнены некачественно, мы этой работы не приняли. В прошлом году мы расторгнули договор с подрядчиками. И в текущем году опять дали конкурс и с другим подрядчиком заключили договор. И на сегодняшний день эта работа завершается. В рамках этой суммы будет проложен асфальт на полтора километра, потом водопропускные лотки и тротуар вдоль дороги. Повышение качества жизни способствует привлечению молодых специалистов. Так Нурлыбек Карманов вместе с семьей, супругой и маленьким сыном приехал в райцентр по программе с дипломом в село. Молодой человек окончил медуниверситет по специальности акушерства и гинекология. Сейчас Нурлыбек – один из узкопрофильных специалистов в районной больнице. Так как родом сам с Алгинского района, еще плюс у меня сельская кота, я решил, как говорится, родные края. Квартиру дали, плюс еще нам от областного управления здравоохранения выделены, были подъемные в размере полтора миллиона тенге. Отметим, что Нурлыбек проживает в новом жилом массиве, который активно застраивается. По соседству возводится многоэтажный жилой дом по программе Нурлыжер. Здесь в общей сложности будет 60 квартир, по 21-комнатных, 2-комнатных и 3-комнатных. Дом планируют создать в эксплуатацию весной будущего года. Общая проектная стоимость 460 миллионов, из них 390 предусмотрены на текущий год, остальные 70 миллионов запланированы на 21-й год. Этот дом будет строиться для очередников, сейчас на данный момент очередь по Алгинскому району полтора тысячи человек примерно. На будущее у нас предусмотрена застройка еще двух пятиэтажных домов, которые такие же типовые проекты. Активно в районе развивается сельскохозяйственная отрасль. Так в селе Амангельды действует крупное формирование. Фермеры занимаются как животноводством, так и растениеводством, что позволяет обеспечивать население круглогодичной работой. Помимо крупного рогатого скота разводят лошадей. На балансе пять откормплощадок на 3000 голов. Аграрния содействует развитию села. Так на собственные средства глава формирования построил центр культуры и отдыха с парком. А основной породой, разводимой в хозяйстве, является аулия Кольская. Это основной москотопоголовье. Есть сементальские породы, есть белоголовый. У нас 2-3 породы здесь. Общие поголовье за 1000, только маточные. Корма мы сами заготавливаем. 3-3,5 гектара посевной площадь у нас. Селёный урожайность в этом году. Пшеница по 7, а ячмин был по 10 получили. Кормовая культура, да. Сочная корма, суданка в основном. Есть лючерня немного. Оращение мы только готовимся. В этом году мы плотину построили. Где-то длиной километров 2 плотину мы в этом году сделали. А в селе Бестамак действует известное в регионе религиозное учебное заведение. Медресей колледж оснащен современными кабинетами. В новой библиотеках есть уникальные экспонаты. Учебное заведение рассчитано на 250 учащихся. Сейчас здесь получают религиозные знания порядка 160 человек. Перед началом учебного года 2010-2011 годов открыли вот это здание. Сейчас в Медресе активно развивается. Возведен новый учебный корпус и спортзал на спонсорские средства. Намерены и в дальнейшем развиваться. В областном центре ведется строительство нового Медресе колледжа. С его открытием здесь планируется открыть религиозное учебное заведение для девочек. Кроме того, в планах у руководства разбить перед Медресе в селе Бестамак ботанический сад. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.